Выходить на лёд небезопасно. Об этом предупреждают таблички, которые стоят в некоторых наиболее популярных у горожан местах – у спусков к реке. Но зимой люди всё равно стремятся сократить путь и выиграть время. Нужно понимать, что выход на лёд – всегда риск. Тем более сейчас, когда температура стала стремиться к нулю, а на льду около берега появились полыньи. Лёд в отепель или весной более опасный и хрупкий. Он может сразу и бесшумно провалиться под ногами. Оценить качество льда тоже проблематично, так как он покрыт толстым слоем снега. Это означает, что лёд может таить в себе разные всякие неприятности. Вот сейчас у нас около нулевая температура. Чем опасен лёд в такую температуру? То, что снизу может быть достаточно тёплая вода, которая попадает, например, сверховья в стец или там вообще канализации какие-нибудь. Соответственно, лёд снизу начинает подтачиваться. И когда он подтачивается, он может быть просто непрочно под нашими ногами. Если вы всё-таки решитесь перейти водоём, то обращайте внимание на выбранное для этого место. Там не должно быть растительности около берега, выходов канализационных труб, стоков ливнёвок. В таких местах лёд непрочный. Посмотрите, есть ли на льду протоптанная дорожка и старайтесь идти ровно по ней, не сворачивая в сторону. Если человек хочет перейти по льду, то у него должна быть либо лыжная палка, либо просто палка, чтобы ею можно было попробовать качество льда. Если не перед собой, а в стороне ударить этой палкой, и если она отскакивает ото льда, то можно сказать, что лёд прочный. Если палка вдруг погрузилась в лёд, или выступила вода, это означает, что лёд уже не выдержит человека. При несчастном случае важно сохранять спокойствие и не паниковать. Если у вас под лёд ушла нога, остановитесь, лягте назад, на спину и постарайтесь вытащить ногу. Если вы сами оказались в воде, постарайтесь немедленно сбросить с себя тяжёлую верхнюю одежду – ботинки. Всегда откатывайтесь или отползайте назад, только в ту сторону, с которой пришли. Там лёд уже проверенный. И не стесняйтесь звать на помощь. Те, которые хотят помочь человеку, они должны использовать так или иначе какие-нибудь подручные средства. Вот у вас есть шар, его можно использовать для того, чтобы спасти человека. Мы должны быть на расстоянии порядка двух-трёх своих ростов от человека, который провалился под лёд. Считается, что такое расстояние для спасателя безопасно. Приближаться к человеку, который попал под лёд, нужно ползком. И лучше всего проводить операцию по спасению группой людей. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.